Андрей, как помню, продолжает нашу дискуссию. Андрей, опять-таки человек, который работает как инсайдер в точке инсайдера, ну, так иначе, член разных комиссий. То есть он знает на переднем краю вот этот вот переговорный процесс, одновременно и собственный бизнес, одновременно, собственно, и, конечно же, и опыт преподавания и академического как бы мировоззрения. Поэтому, Андрей, очень интересно твой взгляд на вот эти все проблемы. Пожалуйста. Многочлен. Здравствуйте. Мне нравится, что у вас позитивный юмор. Во-первых, большое спасибо за эту летнюю школу традиционную. Это на самом деле очень полезно. И в этом году хочу тебя похвалить, что очень насыщенно. Ты еще не выступал. Я привык так. Чтобы не тратить время, я привык… Время – это единственный ресурс, который невозможно восполнить. Все, он убежал и убежал. Поэтому я привык схватывать везде какие-то зерна, что-то очень полезное и важное. Ну, до кризиса у меня было полторы тысячи работников, сейчас у меня после сокращения осталось где-то штатных 300, еще около 1000. Это не штатные эксперты, авторы… Сверху и бизнес не все знают. Ну, коллектив такой… Сверху и бизнес не все знают. У меня издательский, информационный, полиграфический, судебно-строительная экспертиза, судебно-экономическая, бухгалтерская экспертиза, учебный центр. Как-то много всего. Производственные различные, в том числе фасады мы делали. Такое сложное, очень архитектурное решение. Есть чем гордиться. Когда едешь по городу, вспоминаешь, типа, а вот на этом объекте нас обманули, на этом нас обманули. Музей 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 Музей. Да, вот эти купола. Это все вот проектировали, доделывали наши специалисты. Так. 1994 год, о котором рассказывал Леонид Федорович. Я молодой зеленый, еще студент, мне скучно летом. Я заканчиваю в Минфине курсы на право работы на рынке ценных бумаг. И в день успешной сдачи госэкзамена меня тоже забирают работать помощником генерального директора Белорусской валютно-фондовой биржи. Она тогда была частная, акционерное общество. Акции поддержали нашим банкам. Все было хорошо, все было замечательно. Для меня это был такой просто вот старт. Поэтому то, что вы рассказывали про биржу, я это все знал изнутри. Делаю воротничок, все хорошо. Потом приходит Александр Гордж. Ему докладывают, а что это они там деньги продают. Как это? Значит, за 24 часа происходит национализация биржи. Из двух бирж объединяют в одну и все рушится. И руководство, мое руководство биржи, у тебя полтора года, получается, отработал. Оно делает так вот. И я оказываюсь в Минфине. Как раз ответственный с позиции государства за работу биржи, биржевого рынка и всех акционерных обществ. Наступает очень грустный период в моей жизни. Очень грустный. Зарплата 30 долларов. Ей в месяц. Но тут новый министр финансов Корбот. Его так из Натбанка сделали на Минфин. После Дика. Дика – это фамилия. Идущий министр финансов. Статус этой фамилии. И в ЗВР делают резкий скачок. С 50 миллионов до 80 миллионов долларов. Везде носится господин Эйдин с идеей «Поменяем мазы на алмазы». И положим алмазы туда. Несколько кофер провели, положили туда алмазы. Потом оказалось, что это почти стекло. Валютная биржа начинает просто сужаться, наступает полная катастрофа. Потому что рынка акций нет. Рынка облигаций Минфин делает свое размещение не через биржу, а по прямой телефонной подписке. На бирже остается прекрасный инструмент, рыночный. Так, всеми любимые деривативы. У нас были фьючерсы на валюту. При Богданкевич. Но потом что-то происходит с профессором Богданкевичем. Курс становится 11 500. Больше, чем на год. В итоге просто его прибивают к стене. Какие фьючерсы могут уйти? Когда год? Больше, чем на год. Ну да, ну да. Поэтому последний рынок, первый и последний рыночный инструмент в Беларуси просто исчезает. Корбут собирает нас. Нужно отдать должное. Человек, он был спокойный. Как Беларусь говорит, померку луны. Он не ведает ничего, никому не скажу. Ничего не знаю, никому ничего не скажу. Но если что-то ему было интересно, он мог затащить к себе на целые сутки, объяснять ему, объяснять и объяснять. Он понимает, что других источников денег для Беларуси вообще нет. Ну, нужно ехать на Запад. А как ехать? Ну, Николай Петрович, он не по-русски, не по-белорусски, ну никак. Он не говорил же по-немецки, по-английски. У меня тогда у молодого был прекрасный английский и немецкий, поэтому он брал меня и мы ездили в Германию с чемоданами за деньгами. Ну, как Юценюк в Украине. Вот мы тогда все это проделывали. Ну да, я Ценюк. Я Ценюк. Я Ценюк ездил за деньгами, за кредитами, за всем все время. Ну, это шутка. Вечерний портал, так хорошо прогаривалось. Вы все тот вечерний портал смотрели, я не смотрю. Ну, смотрели и так, да. Еврооблиганцы мы не размещаем, мы привлекаем прямые ресурсы. И каждый раз мы привозим там, первый наш заезд был самый маленький, нам просто дали 20 миллионов марок. Вот. А потом мы уже перешли на такие серьезные цифры. И у нас вот Лондон и Франкфурт. Вот это два города. Вот. И тут я понимаю, что, ну, совсем скучно тоже жить. Вот. И наступает, кажется, 1997 год. Вот. Выходит первый черный список. Ни въездных, да, ни в Европу, ни в Штаты. И там оказывается весь наш вот этот вот бомб. Вот. Министр финансов попадает среди первых в этот список невъездных. И поступает, как нормальные, вот те, у кого такой бэкграунд, как у него за спиной. Раз я никуда не еду, значит и никто никуда не поедет. И я понимаю, что, ну, совсем грустно. Вот. И поступаю в Киеве в державную академию, потому что именно в Киеве было... Экзамен у меня принимал... Вот мы доходим... Прямо мне тоже есть что вспомнить. Доходим до момента, есть ли приватизация, есть ли жизнь на марсе. У меня выпускной экзамен принимал бывший руководитель международного валютного фонда Хорт Струкмайер. Вот. Ну, а я еще чувствовался чиновником Минфина белорусского, как бы от него и был направлен туда. Вот. Ну и господин Струкмайер взял меня в оборот, как вы вчера, гостя из Нидерландов. И давай-ка, отдувайся, почему в Беларуси не идет приватизация. Я и так, и так. Я же понимаю, что если я сейчас завалю экзамен, все, капец. А хочется, чтобы меня в школу МВФ в Австрию. Вот. А только что может это подписать? Да. Ну, я ему говорю, 1700 предприятий, мы уже приватизировали, все хорошо, все замечательно. А не экзаменное общество, то-то-то. А сам-то прекрасно знаю, что к этому моменту, то есть 1700, тысячу уже обратно национализировали. Увеличивали долю государства или делали такие форты с фондоком. Это вообще при мне, это делать при мне, но только вот прямо передо мной закрывали дверь, они делали это, потому что я был категорически против. Фондок задолжал государству и государственному банку и не мог вовремя погасить. То есть по налогам у него была задорность и задорность по кредиту. И не мог погасить. Тогда что делает государство? То есть вы собирает все эти суммы и говорит, а мы на сумму ваших долгов и накопленных убытков, увеличиваем вам уставный фонд и вы становитесь теперь нашими. Хотя только они были 99% частных. Фондок – это крупнейший белорусский делебрабочек. Ну и в итоге, Андрей Николаевич, я заваливаю фактически экзамен бывшему главе бюджетного валютного фонда, когда заявляю. То есть, знаете, все должно быть сделано правильно, по порядку. Нельзя проснуться и сказать, все, я все продаю всем. А. У нас нет покупателей. И. Б. Нужно сделать предпродажную подготовку. Нужно вычистить. Дальше. Нужно подготовить методологию страны. К тому, что у нас появляется иностранный капитал. У нас ни банковская, ни валютная, ни налоговая, ни инвестиционная. Хотя на тот момент закон об инвестициях, 20-й статье, был просто шедевральный. Он был лучше на постсоветском пространстве. В общем, я ему объясняю. Он приходит в бешенство, типа, нет, вот у нас установка, вы должны все распродать. Дебаты насчет быстрой приватизации у меня до сих пор идут с Ярославом, когда я говорю, да, государство, я признаю, государство не может быть эффективным у собственника. Но в то же самое время я говорю, ну если школа как государственное учреждение, у нее есть свободный подвал, она может сдавать его. То есть я в противовес концепции Ярослава, что это неэффективно и не нужно, все нужно продать, я говорю, у школы подвал. Школа может сдавать его в аренду и получать себе вне бюджета. У нас может вне бюджетное финансирование тратить. Зачем школе продавать подвал, если это активно? А это ты застопалил БКХ это все? Камни давайте, камни-помидоры. Ну у меня может быть неудачный пример стоил, но я считаю, что это не так. Включая собственность, да, государство может быть атомной электростанцией. Кто может владеть в Беларуси атомной электростанцией на данном этапе нашего исторического развития? Через 20 лет может быть, но сейчас нет. Железная дорога, ну как хотите, народ должен решить. Мы владеем как народ или мы продаем им китайцам? Больше никто ее не купит. Так, МВФ, приватизация, обсудили. Я попадаю в Австрию, все хорошо, все замечательно. Прогуливаю часть лекций, которые Гераслав до сих пор пытается меня дообразовать по экономическим школам. Конечно. Ну и возвращаюсь в Беларусь, уже совсем грустно. Я тогда с нуля, я ухожу из Министерства финансов и системы и с нуля создаю предприятия. То есть они мне не достались, я ничего нигде не получил на халяву, я все создал своим трудом. Теперь идем по нашему короткому... А, теперь интересно, да, то есть, бог с ним, 25 лет прошло, все просто в мусорку. Наступает 2011 год. Помните нашу тройную? На ровном месте тройную девальвацию. На ровном месте. Не на ровном, Андрей, не на ровном. Не на ровном. Ну ладно, в смысле, у нас не было ни войны, ни внешних каких-то факторов. То есть мы с подкрутных, извините, мы выкопали это себе сами. Вот, это я в плане того, что я не хочу во власть, потому что там... Ходите. Глаза в глаза, да, как с волком. Пока ты ему в глаза смотришь, он тебя понимает все. Как только их становится двое, они уже банда. Вот. А они же по одному теперь не ходят. Это не понятно. Да. 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 Мы можем... О, вот. Одиннадцатый год. Вот. Лето, да. То есть мы пережили уже первую волну падения. Вторую. Лето у меня заканчивается нервная система. Я запаковал чемоданы, построил семью возле машин. Мы уезжаем. Все. Мы в этом вакханале в этой не участвуем. Ну, вы должны, да, то есть мы не можем даже купить валюту на выполнение своих обязательств. Все. Это остановка. Раз остановка, надо выключать рубильник, повесить замок все отпуски. Зачем творить зло самому себе закапывать свой бизнес? Я так и делаю. Все. Я оставляю дежурных, которые отвечают на телефон, только все. Мы не закрылись, нет, у нас пауза. Вот. И в момент, когда все мое семейство, да, уже построено перед машинами, вот, приезжает Александр Ильич Швец, выдергивает меня и говорит, нас срочно вызывают к Макею. Макей на тот момент был главой администрации президента. Ну, и мы вот в чем были, да, вот в том, да, в кабинет к Макею. Макей говорит, слушайте, да, ну я вот вас знаю. У меня тут и такие экономисты, и сякие экономисты, и кого не доучил Леонид Федорович, да, и кого переучил, да, Ярослав Числавович. У нас тут все, да, цифр много, но они все такие бестари. Напишите мне срочно, на две страницы, не больше, концепцию, как нам вылезти из этого кризиса. Но, но, вот вы же сами плохо напишете? Ну как это плохо, то есть мы напишем по шагам, как мы это представляем и видим. Четко по шагам. Сначала лево, потом право, потом лево, потом право. Не надо по-другому. Мы вот так вот пишем. Все хорошо, но за вами присматривайте и вам в помощь. Будет председатель Белорусского статистического комитета, который министр экономики. И я понимаю, да, что вот это, да, это уже заранее провал. В общем, три дня, за три дня, да, все написали, вот. И, наверное, часов шесть согласовывали, убеждали Симовского согласиться с таким подходом. Он меняет два пункта, все, мы сдаем работу и разъезжаемся. На следующий день власти действительно начинают действовать. Они начинают действовать все, как по пунктам было написано. А мы не писали вот этого вот бреда, да, то есть 50-200 страниц, да, там, с выкладками совсем нет. Все было написано, да, то есть идите туда, а потом повесьтесь. Вот. Но, вот что всегда поражает, да, то есть вот говоришь, да, руки надо мыть перед едой. Так они сначала съели, а потом помыли руки. То есть они перепутали пункты. В результате, да, вместо того, чтобы за две недели, да, мы выхлопнулись из этой ситуации, мы сделали третий хлопок девальвации тогда. Вот. Но зато все сделали. Вот. Я потом не услышу. Почему не буду... Это не я, говорит. Это не я, это Трамп. Возле Ленина. Это в Томске. Мы же и остроте. Вот. А, 2014 год. Надежда Андреевна. Ну, милейшая женщина. Когда ее назначили, я понял. Капец банковской системы. Глава Национального банка. Глава Национального банка. Суды. Вдруг этот российский рубль назад укрепится. Мадам. Здесь проходит три года. вице-премьер, да, вот сейчас, я думаю, что он тоже с трудом подбирает слова, он говорит, мы разорили экономику, мы разорили промышленность именно тем, что мы вовремя не среагировали на изменения внешних факторов по курсу. Мы потеряли миллиарды, миллиарды, вот. А то, что мы будем приходить? Ну и, конечно, она в своих один, это одна пара башмаку, ну, перенегать шалка. Вот. Начинается просто, да, вот, вот, просто чудеса, и как ей не дали еще герои Белоруссии, я, вот. И вот такая, и вот как это, как в детском вайболите, да, и такая дребедень, целый день, целый день. Из, ну, первый вопрос, что дает ориентация на ЕС? Я вот написал, СНГ, Союз Белоруссии-России, Таможенный Союз, ЕС, что-нибудь поменялось? Нет. А в лучшем стороне. Это мы не смогли, мы, белорусский бизнес, белорусские граждане, не смогли подстроиться и извлечь выгоду из этого, или там нет никакой выгоды. Лиля, ты знаешь, мою принципиальную позицию, я считаю, что на границе с Российской Федерацией нам давным-давно пора было поставить. Нет, не стену, нет, не демаркацию, у нас не определена граница. Вот, налоговые посты, я говорю, не можем так, не можем это, где поставьте налоговые посты, вот, и обеспечьте серый, левый, белый, правый, все, экспорт в Россию, ну, через налоговые посты, отметка, я подхожу, я, я очень сложно, я сразу завязываю с налогами. Мои абоненты во власти меня уже доконали, и я теперь сам начинаю верить, что МДС, особенно белорусский почему-то, не мировой, белорусский МДС, является самым экспорта ориентирующим налогом. Какого бы интересного, Шапова? Я уже, я уже верю в это. Вот, и надо объяснить вам, почему я выделил, потому что чем больше вы здесь произвели, да, тем больше вы сделали свою добавочную стоимость, и вы потом это везете с нулевой ставкой, и я как бюджет вам этот МДС возвращаю, который вы до этого затратили. Вот, да, но у нас в стране теперь совершенно дурацкая пропорция, у нас 60 тысяч юридических клиентов, понимаете, являются платильщиками МДС, да, и 160 тысяч не являются. Вот, поэтому для тех 60 тысяч и 5 тысяч живых из этого количества, да, действительно какой-то стимул может быть в определенной сфере и есть. Но мы страна потребителей. Вы забываете, да, что наш экспорт, он намного меньше от того, что мы съедаем внутри. Крупнейшие налогоплательщики Беларуси, крупнейшие налогоплательщики Беларуси, те же самые операторы сотовой связи. У них какой экспорт? У них 20%? Вот. И 25% ставки МДС. То есть, вы понимаете, что когда сталкиваешься с чиновниками, манипуляция цифр, безграмотная подача или слишком хитрая подача. Попытка, вот здесь я вам скажу, здесь я вам не скажу, а здесь мы вас все равно обойдем обхитрением. И это абсолютно вот на всех наших общественно-консультативных советах. И это касается всех вопросов. Вопрос. Ярослав Числавович готов дать нам всем волшебную пулю, чтобы мы быстрее вскочили в ВТО? Золотую. Проголосуйте. Вы хотите в ВТО? Да, сначала кейс мне сделай, тогда что за ним? Нет. Нет, вот, кто в завтрак, что поздравил. Нет, не честно. Ты видишь, я так же честно. А тут одна? А вам слов не давали. Вот. Я считаю, да, с точки зрения экономики, с точки зрения либеральности, экспорта, импортопривязки, мировую систему, да, то есть вот этот вот магнитик на холодильник, я член ВТО, это неплохо. Но, ребята, под этим должны быть цифры и работа. Мы должны все, каждый из нас, занимаясь бизнесом, должен проверить, как это у нас отразится. Вот. А рассказываю вам секрет. Единственное ведомство, которое отвечает за наше вступление в ВТО, это МИД. Не Минэкономики, не Минфин, не комиссия в правительстве, не в парламенте. Вот наши депутаты, которые... Вот. А в МИДе два человека. Только за всю страну, за все товарные позиции и за все страны, с которыми мы ведем переговоры. Вы согласитесь, что может быть после этого? Капец. Капец просто. Вот. Я привожу им пример. Молдаване. Они, да, министерство целое создали, да, этих вот молодых специалистов прогнали через тренинги, через учебу. 60 человек. Вот. Для того, чтобы подготовить страну, и то наляпали ошибок, которые потом, да, разбирали на примере глушителя. Они забыли, что у них есть маленький заводик, который производит глушители. И так получилось. Так что... Вот. А мы? Мы же не только глушители производим, да? То есть как в этом, в советском лозунге, да? Труба стране, труба народу. Вот. Еще один умнейший человек, который вообще за всю страну отдувается за наше вступление в ВТО, это посол Республики Беларусь в Швейцарии. Он по совместительству ООН и по совместительству ВТО. Один. Да, у него прекрасная умнейшая барышня помощница, он она помощница. Все. И мы вступаем в ВТО. Последствия разгребать будем потом, в десятилетии. И мы потеряем, мы в национальной экономике, в рабочих местах, в доходах, в экспортной ориентации, мы потеряем, может быть, намного больше, чем приобретем. Потом. Потом. Я... Никто цифру не сделал. Анализы нету, Антон. Поэтому я лучше скажу, мы потеряем. На примере Молдаван, на примере Молдаван, который вот... Вечный Молдаван. Уже по факту. Ты мониторируешь. Да. Да, да, да. Я задаю сложную затравлю. Вы меня убедите на цифрах, что мне это выгодно. Я не... Зато посмотри, как эмоционально. Да. Пробали. Молодец. Да, давай, давай, говорим, танкеры. Ну, конечно. Хорошо. Потому что вот эта вот билиберда, да, там, таежный союз, кто нам мешал? Кто нам мешал, белорусам, да, торговать на российском рынке? Танкера не было. Санкций не было. Нас просто нам ура отрывали. Когда официально действовал, да, Союз Беларусь и Россия до сих пор действовал. Что нам мешал? Нет, почему нам нужно еще одну лепить надстройку сверху, кормить наднациональные органы, при этом мы заранее теряем часть своей экономической свободы. Мы передаем, мы заменикируем набор таких функций вот туда, и тогда мы все вспомним, что такое наша счастливая жизнь при Советском Союзе, да, когда наши родители занимают определенные должности руководителями там заводов, фабрик, вот, в аппарате кабинета министров, когда они грузили в сумки белорусскую колбасу, еще что-то и возили в Москву на поклон на разные согласования. Сертификация – Москва, да, вопросы валютных интеграций – Москва, энергоносители, да, топливные носители – Москва, – Москва, вот, согласование авиасообщения – Москва, что еще? Мы говорим, что у нас транспортная отрасль на 40% вообще остановилась, вот, ну не совсем, но близка к этому. Уселась конкуренция внутри, уменьшились потоки, да, все уменьшилось, вот, но при этом мы в рамках союза Беларуси и России, в рамках Таежного союза и ЕАЭСа не можем согласовать с Россией наши квоты и каботаж наших машин там. Мы ничего не можем. Президенты встречаются, говорят об этом, ну разъезжаются и все. Это союз, это политическая надстройка, интересная кому-то зачем-то. Экономические выгоды для наших бизнесов я пока здесь не увидел. Дальше, еще одна стратегическая ошибка в Беларуси, да, только вот не сразу хихикайте, вы потом посмеетесь. Это то, что батька создал излишне тепличные условия для бизнеса. Не не частного мелкого, а для государственного бизнеса или с долей государства, да, то есть вот что у нас. Чуть что сразу с долей государства, да. Мои частные предприятия не могут оценивать, проводить оценку активов, да, других госпредприятий, да, но если я 10% в основном капитале отдам, то я уже смогу, да. И тариф будет в 10 раз выше, чем если я был просто голым участником. Так вот, излишне тепличные условия, они засюсюкали и убаюкали, заморозили движение, подготовку, и мы потеряли нашу агрессивность. Как Вы, как Ярослав, Вы, как Вин Федорович, акцентировали внимание на том, что заморозка, что... Вот. Поэтому, да, мое отношение к ЕАЭС, так как к политическому образованию, да, абсолютно индифферентное, потому что я туда не вступал. Мои бизнесы не холодно, не жалко. Только что в бюджете Республики Беларусь появляются дополнительные статьи расходов на содержание московского аппарата. Как хитро, да, поступили в Москве. То есть, мы им теперь платят. Страна потеряла. Мы привязались еще крепче, да, к Москве. Мы не увеличили экспорт, да, ни в Казахстан, ни в Армению. Как было, так и осталось. Оно еще и падало. Ну, из-за кризиса оно еще и упало. Но, договорились, нарисовали пирог ввозных таможенных пошлин ввозного НДС. Пирог всех стран. Нарисовали. По лучшему году посчитали пропорцию, все прекрасно. Как бы Беларусь должна была выиграть на транзите из Европы. Потому что очистка ввозная здесь у нас делается. Должна была выиграть именно приходом живой валюты. Потому что пошлина платить в русских рублях. Живая валюта пришла. Все зачислилась, да. То есть, мы должны были только получать. Получать, получать, получать. Вот. А в результате мы привязались к Российской Федерации как экономика к экономике. Поверили в этот пирог. А Россия впала в немилость. Транзита нет. Грузов нет. Сплошная эмбарго. Мы потеряли. Мы потеряли загрузку транспортной инфраструктуры. И мы потеряли вот эту... Я алчный. Деньги, 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 деньги. Ну, как без денег? Без денег – это любовь. А какая может быть любовь, да, после такого тарифа на электроносители? Анатолий Сахачевич – это уже не любовь. Ну, бывает. Ладно. Это не любовь. Я понял. Что исполняет цену? Что тебе нравится в тарифе? Электронергию. Цена газа, сама одна дешевая европа. Электронергию по импортам четыре с половиной цены. Давайте не обманывать друг друга. Давайте говорить о том, что, да, на границе между Белоруссией и Польшей стоят станции, которые из газа делают нормальный газ, который идет дальше в Европу. Нормальный – это в плане того, что у него КПД выхода совершенно другой. Три раза выше. Вы все, вот, 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 да. То есть мы здесь, получается, недогазованные. А это для эффективности. На эффективность работы нашего оборудования, наших котельных, на тарифы. Мы все же придумали. Я ездил весьма. Они же придумали установку и определение степени газа, и работа котла сейчас будет регулироваться и дожигать до кольца. Наши белорусские котлы. Скоро буду ставить. Вот. Так, значит, первый вопрос. Ориентация на ЕС. Хорошо. Но это наш традиционный рынок. Но санкции, санкции непрозрачность политики и невозможность просчитаться на пять лет вперед. Я всегда говорю, ребята, то есть пятилетка – это на самом деле нормальное, это гениальное изобретение. При этом не в нашей коммунистической партии. Пятилетка – это нормальный бизнес-цикл. Потому что амортизация оборудования – это пять лет. Ну, семь. Но лучше пять считать. И когда мы любой бизнес-проект через СИД финансового анализа, то мы четко смотрим. Поэтому все мои прогнозы должны быть на цифрах на пять лет. Кто-нибудь не может сказать, а что там у Путина с его окружением произойдет через два года в отношении Беларуси. Я могу инвестировать в молокозавод, знаю четвертое, что через два года Россия ведет какой-нибудь очередной форты по сертификации еще почему-нибудь. Нет. Соответственно, я получаю, я молокозавод привел в качестве примеров. Не могу рассчитывать, а значит, я ставлю припоны белорусскому бизнесу, с белорусским реинвестициям, привлечению инвестиций. Мы не выиграем от того, что мы работаем на большом рынке ЕС. Мы ничего не выигрываем. Живем и работаем по понятиям или по закону. Это вопрос риторический. Так, а какой формат взаимоотношений с Евросоюзом? Они нас видят, они за нами следят, но ничего хорошего они нам сказать не могут. Я на прошлой неделе делал большое исследование на примере Украины, на примере прибалтийских стран, как у них идет подготовка и вообще мысльное освоение темы «мы и Европа». Так вот только в одной финансовой системе, банковской, банки и не банковские кредитно-финансовые учреждения. Нам нужно 47 европейских законодательных актов переварить и применить для того, чтобы мы только на работе расчетных счетов и движения денег могли бы сказать, у нас все то же самое. А пока мы этого не сделали, то есть мы не рассмотрели и не наложили на наши недоуказы, недодекреты, недобанковский кодекс, пока мы не наложили этих 47 регуляций европейских, мы не можем с ними говорить на одном и том же языке, как бы мы ни старались. Поэтому декрет о парке высоких технологий, он будет очень либеральный и он создаст внутри страны новую Беларусь. Абсолютно. И я не знаю, это хорошо или это плохо. Вроде бы хорошо, потому что это будет такой прогрессивный, значит все остальное тоже подтянется, если выживет. Если выживет, если выживет, потому что когда мы делаем излишне быстрые либеральные реформы, мы сами не успеваем за ними бежать. Я такой вброс делаю провокационный специально. Мы не успеваем адаптироваться, то есть я как это, типа опа, отменили паспорта на покупку валюты, я даже как-то не успел. Как это? Это хорошо или это плохо? Ну хорошо, наверное, уменили, сменили. Я не просил, меня это не напрягается. Вот, то есть они идут по какому-то своему пути, по какой-то своей матрице. Поэтому интеграция с Евросоюзом, я вчера недаром спросил, мои украинские коллеги говорят, что сейчас, после, в процессе соглашения, они больше потеряли, чем выиграли. Из-за того, что объем квот уменьшился по ряду позиций, по ряду позиций они вообще не могут достучаться, чтобы спокойно экспортировать продукцию в Европейский Союз. Украина, сейчас я сделаю еще одну самую страшную провокацию. Я буду рассказывать про Беларусь на примере Украины. Извините, но Украина в Европе, ну так нужна, ну так нужна, ну как рынок сбыта, как какой-то кусок территории и как заноза в задницу Российской Федерации. Вот. Беларусь, да, правильно, идет прекрасно своим путем. Мы вот так вот руки вытянули, да, и нас сейчас просто разорвет от счастья. Вот. Потому что мы как бы тут, тут, тут эти купола, да, Василий Преображенов, да, схватили. А тут это, да, брусильский, это натовский памятник, да, он руками держит, да, и вот этот вот скоростной поезд мировой экономики, он просто идет через нас, да. Так вот он настолько близко приблизился, да, и я всем, я всем говорю последние 10 лет, кто хочет посмотреть на будущее Беларуси, заедьте вот сюда, в Латвию, в смысле, в Латвию, вот, заедьте и посмотрите, как и что произошло. Смогли, не смогли, и это при том, что объем трансферов, да, из евро-бюджета и из других еврофондов, он просто колоссальный. И это при том, что они маловаруны. В отличие на примере, да, желтоплакитный. Ну, трансферов нет, у них нету. Ну, да, таких парень русских, да, таких, как в Северной Республике. Да, понятно, 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 да, а на то, что население они вообще еще ничего не получали, а не ту душу не могут найти. Вот, поэтому, поэтому, вот, вот, это страшное будущее на модели латвийской экономики и то, что с ними произошло. Я, знаете, я иногда прихожу в полное недоумение, как Михаил Задорнов, типа, ребята, а что это? Российские бизнесмены купили, да, все рыбоперерабатывающие заводы в Латвии, они принадлежат российским. Молокозаводы, сырные заводы, половина живых россиян, все замечательно. Да, ловят рыбку, кормят россиян. Да, потом Российская Федерация вводит эмбарго на поставку рыбы из Латвии. Вы что? Вот, то же самое можно, как прямая призма, увидеть на примере Беларуси. Мы там, и российский инвестор у нас есть, и то есть, да, и мы единое экономическое пространство. Мы вот сейчас сделаем, да, а потом Россия, Данклер или еще кто-нибудь, да, поменяют фамилию. Вот, они скажут, нет, вот этого нам не надо. Предприятия закрываются, переориентация бизнесов не происходит, происходит отток населения, эмиграция вынужденная, вот, происходит естественное старение, и все дальше и дальше, и больше и больше с протянутой рукой все профори. Новая экономика не выросла. Может ли вырасти новая экономика в Беларуси? Что для этого нужно сделать? Какой быстрый шаг или не быстрый шаг? Я сегодня в 6 утра проснулся и думал. И мысль такая. И вот мысль такая, да? А что легче, строить новое или ремонтировать, модернизировать что-то старое? Имея в своем подчинении строительное подразделение, я говорю, ремонт и модернизация всегда входятся намного дороже и сложнее, чем на свободном кусочке построить что-то новое. Вот. Но с другой стороны, у нас есть БелАЗ, у нас есть МАЗ, у нас уже почти нету завода холодильников. Нету Горизонт? Вот. И мы не стали Мидеем, мы не стали Самсунгом, мы не стали Индезитом, хотя все это теперь есть Российская Федерация. И когда мы заходим в магазины, что мы видим как результат интеграции ЕРС, Таможенный Союз и перспектива на ближайшие 5 лет? За последние 3 года, да, произошло замещение импортеров. Мы теперь, да, в магазинах минеральная вода российская. Синевая. Батш или ворс? Батш или ворс, что куповали, да? Живет в белорусском Полесье маньячка-убийца Олеся. Вот, так, значит, у меня 2 минуты, проходим. Андрей, мы обречены. Еще одна провокация от нашего любимого Вячеслава Вячеслава. Вот, мы обречены на торговый протекционизм. Все страны так. Да, элементы торгового протекционизма, они есть. Да, но только нужно вырастить вот этот вот край лесу и болот. Да, вот мы в качестве нашего слогана, гимна, да, должны вот здесь написать что-то другое. Это есть. Это не нами создано. Мы это отвоевали, да, место под солнцем. Вот, мы должны здесь написать инженеров, айтишников, мясопереработчиков, да, я не знаю, сырозаводов, пивных. Мы должны вот здесь сами, своими руками это написать. Варихуана. Вот, и потом, да, то есть, когда заходишь в магазин Европ, чтобы купить что-то, да, то есть, ты, мне хочется и наши торговые сети, и наши тендерные комиссии, госзакупки, да, вот так конкретно поругать. Но я же тоже провожу закупки, я же исхожу из параметров качества-цена. Но белорусские товары и продукты, они реально бывают намного качественнее. Вчера мы были вынуждены купить по кукурузу и горошек, произведенный в Краснодарском крае. Хайнс. Краснодарский край. Не Беларусь. Белорусские товары попали на нижние полки, да, и не являются, да, моментарно конкуренцией. Платятся с полки, куда попадаются. Вот, и, да, и получается, то есть, мы сами не вытянули наши белорусские товары до уровня, чтобы мы его сами потребляли. Мы стесняемся. Мы стесняемся, типа, а что, ну да, я вот купила там горошек, там вот этот, не белорусский. Мы стесняемся иногда сказать, что белорусское вкусно, это классно, это нормально, вот, я не про джиби. Стесняешься. Это, когда мы начали, да, производить. Стесняешься носить белорусское. Нет, ты не знаешь, у меня белорусский сарафан. Ой, да. А еще я знаю, что в Андрея. Теперь, теперь, я завершаюсь, я про фобию сейчас расскажу. Так, не вздыхайте так, тоннель, это страшная фобия. Нет, Андрей, я просто подумала, если у вас фобия есть. Так. Ну, Андрей, все есть. Я живой человек. Я живой человек. Вот. У меня товарищ был послом Республики Беларусь во Вьетнаме, и я полетел в Суму. Ну, мне надо было и здоровье поправить, и заодно присмотреться, что же такое есть в тот регион. Поэтому я два месяца ползал, да, то есть он мне выдавал машину, водителя, переводчика, я по фабрикам, по заводам, по экономическим зонам везде, да. Вьетнам, Лаос, Камбоджо. Ну, потом меня занесло Шри-Ланка, Сингапур, там тоже, наверное, повышение квалификации. Поэтому я как бы изнутри все это, да. Ну, я не был, я ни разу не был в самом Китае. Ни до, ни после. И боюсь, что ближайший год меня туда не пустят после моих выступлений. Вот, а я реально, да, не понимаю, зачем в Беларусь пускать Китай вот на тех условиях, на которых он приходит. А вот у нас есть, они дали юаню, которые мы можем потратить только там, и мы им еще дважды должны. Вот, я был на цементном заводе, я консультирую один из наших цементных заводов. Вот, оборудование, которое пришло из Китая, которое было новое, которое за хорошие деньги, которое китайцы помогали здесь смонтировать, и все, и все. Значит, наши инженеры случайно вскрыли, и оказалось, да, сверху покрашено, сверху новое, внутри собрано из БУшек. И вот такое, и вот такое почти в каждом, в каждой поставке из Китая. В каждом проекте. Ну вот, я стесняюсь провести аналогию с поставками продуктов питания из Китая, потому что если там, то уже БУ. Поэтому появление, да, такая прекрасная площадка, как Великий Камень, это классно, это правильно. Да, это нужно заманивать. Но тогда вся Беларусь должна стать такой площадкой на абсолютно одинаковых везде условиях. Я не могу конкурировать с моими коллегами, которые влезли в парк высоких технологий. У меня такое же айтишное подразделение. Но я не могу конкурировать, потому что там реально налоги все от налога не освобождены, от налога на землю освобождены. Подоходные у них 9%, а не 13%. Белбы страх они не платят, то они не платят, налог на прибыль не платят, от основы НДС они освобождены. А я? А я? А ты, ладно? Терпи. 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 Атерпи, ты забыл сказать, что это 35, а не? Вот. Это не, это наша. Вот. Секунду последнего. Мы создаем такие же лькоты для новой техногенной площадки, называем ее Великий Камень. Мы прекрасно понимаем, что под камень вода не течет. У нас уже 13-й резидент зарегистрировался. Это 6-й. Вот. Всего лишь. То есть нужно понимать темпы, которыми мы даже вот там работаем. 4 года. И при этом, что мы сделали месяц назад? Мы объявили, пожалуйста, любой резидент Республики Беларусь с хорошей идеей, приезжайте, мы вас тоже здесь поселим. Да. Так подождите, да? А что же это будет происходить? У меня хорошие друзья в Витебске занимаются производством кранового оборудования. Вот. У них нету белорусских заказов, они только на Россию вынуждены поставляться. Уникальные технологии. В этот же самый момент мы с таким криком «Ура, товарищи!» в Могилев вкладываем 20 миллионов долларов в совместное предприятие с китайцами по производству кранов. Так это уже третий крановый завод. А зачем? Вот. Наверху во власти очень тяжело работать с людьми, с чиновниками. Я вот заканчиваю вот этой мыслью. Они временщики. Они прекрасно понимают, что им вот сейчас отсидеться. Нету стратегии, ни национальной стратегии, ни отраслевой, ни по экспорту, ни по человеческому капиталу. Ну вот как бы и какой-то, и вот мы вот и лясо, и болот. Сей болот, спасибо большое. Промокация, руководство, славу, потому что такого количества фейн-вбросов на выступлении, конечно, сложно. Два-три вопроса, потом мы сделаем кофе-паузу, потом панель у нас будет, в которой будет участвовать четыре человека. Малашко, Александр, Наумка, Гольберска, Анатолий и Антон Богов. Да, вот была речь про Вечерний Квартал, да, но вот когда в Белоруссии будет Вечерний Квартал свой, кажется, мы знаем, кому ему надо внести. Основнений нету. И в дополнение ко всем вашим разным прочим проектам, вы, пожалуйста, не забывайте об этом, что страна ждет работать просто. Без этого будет пропадать. Между прочим, Вечерний Квартал, визитная карточка страны, лучше, чем чтобы это не было другое, что имейте в виду. Это первое. Второе, значит, ну я знаю, что у Андрея будет интересное выступление, но одна вещь просто, вот ваше наступление просто способно положить на лопатки. Значит, дело в том, что, ну, по крайней мере, в России 95% носителей русского языка не имеют правильно использовать родительный падеж к, значит, вот, к числителям. А вот, ну, когда вы просто сказали из 1700 предприятий, я понял, что вот это надо как бы... Нет, это факт жизни. А вот, собственно, самая, как бы, вот, ценность выступления заключается, можно его назвать, там, как здоровый экономический национализм, или, говоря современным языком, белл-экзит. Вот, белл-экзит, имея в виду восток, имея в виду запад. То есть, на самом деле, как бы, главная идея заключается в том, что, значит, 25 лет назад, когда мы ничего не знали, и нам рассказывали, что будет так-сяк, мы, как бы, это брали, не сильно раздумывая, и тогда это еще можно было бы объяснить тем, что мы тогда ничего не понимали. Но прошло 25 лет, и вообще, прежде чем что-то покупать, вот, тем бач или очи, значит, надо все-таки побачить, все-таки надо посмотреть, что нам предлагают. И надо, как бы, разобраться, что в идеях, в тех предложениях, которые нам предлагают, в общем, можно брать, и чего брать нельзя. Вот по этому поводу у меня есть, и не имеет значения, там, является это, там, славянским братством или высокие институты западного мира. В любом случае, надо проверять, какой продукт нам продают. Значит, в этом, с этой точки зрения, у меня есть такое, как я, правило Ержена. Это из моего собственного, как бы, опыта. Значит, я ездил там в Казахстан, в Казахстане была очень хорошая команда, там ребята, которые реформировали Казахстан, вот. Вот, она так неформально возглавлялась в замруководитель администрации, Ержен, мне сейчас забыла фамилия, вот, очень хороший директор такой был. Значит, и вот мы с ним проводили там достаточно много времени и спрашивали, слушайте, расскажи-ка, а вот как он это все это удалось сделать? Потому что то, что там Казахстане было сделано с точки зрения, там, реформирования, оно было в области естественное насхищение и желание такого встретиться, что в Казахстане и в России не сделали, да? И вот тогда нам, не сразу, конечно, но после того, как было принято некоторое количество напитков, в общем, рассказал правду, как оно было. Значит, говорит, у нас вначале, вот, когда на нас, говорит, упали реформы, случилась эта беда, вот, в 92-м году, мы же ничего не знали, что надо делать, говорит, там, вот, говорит, в Москве там все решили, распустили союз, мы не хотели никуда уходить, он говорит, все услышал, вот, не знаю, что надо делать. У нас была такая эпоха, у нас, говорит, период, он называется, дымящегося факса. А вот, значит, говорит, это что означало, говорит, мы же ничего не знаем, говорит, а там в Москве сказали, что такие умные люди, Гайдар, Чубарь, самопомянутые, говорит, какие-то еще другие люди. И вот, значит, все, что законодательство, все решения, все правила, которые в Москве принимают, у нас там просто посольство сидело, так сказать, вот, все, что принимают, тут же, в 1 раз, фас, засовывают, и у нас это вылезает. Мы так сразу все, говорит, поправили, в Москве, в Москве, в Алма-Ата, там, там, где все старт, вместо России, в Розостан, и мы все это осуществляем. Значит, он говорит, мы так это действовали в течение трех лет. Значит, и у нас, говорит, разразился такой кризис, у нас была такая катастрофа, о которой мы не видели, не слышали, говорит, себе представить, мне просто там голод наступил, и все такое. И к 95-му году мы помним, что если мы еще будем продолжать, у нас ничего не останется, у нас, говорит, народ любит. И говорит, в этот момент, говорит, давайте мы все-таки попробуем сами что-нибудь подумать. Вот, и вот, говорит, после вот того, как, говорит, с помощью эпохи дымящегося фаса мы добились страну, ну, просто до ручки, мы, говорит, давайте все-таки что-то пытаться сами делать. И вот как угодно, значит, вот они как бы сами могли разумеять, вот это мы принимаем, это не принимаем, здесь это надо поправить, а здесь это вообще никуда не вернется. И вот тогда из этого они стали исходить. И, кстати, говоря, мы просто рассказывали же, как они делали, вот вчера, когда, говорю, значит, вот, Марк Лар на вооружение взял одну книжку под названием «Фрит учил», значит, «Фрит учил свободу выбирать», «Свобода выбора» Фритмалов. У них тоже была такая же книжка, книжка, одна книжка, но другая книжка. Говорит, мы тоже, говорит, ничего не знали, он тоже не экономист. Говорит, а какая книжечка у вас была? Говорит, Василий Аксенов «Остров Крым». Мы, говорите, решили, говорили, знаете, вот, у нас Казахстан будет таким островом Крымом, вот, в котором будет нормальная, так сказать, свободная страна, свободная экономика. И мы, говорите, по инструкции Василий Аксенов «Остров Крым» строили на странскую экономику. Ну, понятно, говорит, вот, что то, что мы сделали, то, что базировалось на это. То есть, в общем, это важная, на самом деле, вещь, и Андрей, как бы это очень ярко в массе примеров, показал, что, в общем, в какой-то момент, да, не надо закрывать глаза, не надо закрывать лукши, надо смотреть, кто что делает, какие делают предложения, ни в коем случае будет закрываться совсем не нужно. Но любое предложение, какого угодно плавно, идейного, институционального, организационного, вообще надо надо проверить, вначале, причем кушать. Естественно. И подвергнуть, и посмотреть, как это, где работает, и так далее, и вот как-то из этого исходить. Спасибо. Маленькая ремарка про правовое государство. Вот у нас с вами 2017 год, а в белорусской правовой системе 17 тысяч нормативных правовых актов, где есть курьер, которые приняты в СССР, даже не в СССР, СССРовских. Госплан. Вот, вот, и мы куда-то движемся. Техническая группа 56-го года. И мы куда-то движемся. Извините, Миша спрашивает, а как же в Медокидзе? Просто короткая ремарка по поводу Кахи. Каха, когда стал, соответственно, министром экономической реформы и так далее, все. Значит, ну, во-первых, когда он первый раз встретился с Саакашвили, там конференция такая, вот, и пригласили, он, по сути дела, впервые приехал, вот, Саакашвили говорит, ну, смотри, у нас вот будущий министр экономики, он предлагает свою программу такую, смотри, как. Говорит, классно, что ты думаешь по этому поводу? Ну, как он такой человек, как-то... Вредский, два слова, мы в кармане, да, говорит, что такое, ну, вообще, это фигня. Он использует другое слово, но, в общем, другое. Говорит, Миша, так, немножко так покоролен, говорит, как, у нас так все круто там. Говорит, ну, вообще, надо делать не это, надо делать другое. А то, что было предложено, то, что, как, Европейский Союз, там, значит, Европа, это, говорят, надо все по-другому. И они сделали все по-другому. И одним из главных противников, значит, того, что он делал в Миндокидзе, были, Железнодородная война, мировой звонок, Всемирная Организация Труда. И вот просто, там, я несколько раз к нему приезжал, вот главные наши дитвы были против того, чтобы, даже мы не против кого, это вот именно против этих организаций, как там делали, продовой кодекс, чтобы только вот, там, просто, вот, 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 всемирная организация, вот, просто выкинуть как можно дальше, чтобы, значит, там, этого не было. И главными противниками, ну, по крайней мере, там, были вот эти, так сказать, международные сесливы, да? Вот эти международные сесливы, против которых очень удалось делать. И то, что им удалось делать, что там, по крайней мере, темп роста доходили до 12% ежегодно, это, собственно говоря, то, что они смогли выдержать вот этот натиск международной бюрократии, которая пыталась навязать им вот это. И поэтому, собственно говоря, они ненавидят Инишу, они ненавидят КАХу, они никуда не пускают, они нигде про это не рассказывали, чтобы только никто об этом не узнал, что страна может расти 12% ежегодно, вот, но не слушает нас, зато они будут рекомендовать. Вот смотрите, какие замечательные страны, которые следовали нашим рекомендациям. Молдова и Кыргызстан, которые просто... Греция и Греция. Нет, вот я мину про переводные страны, там Греция еще там, она что-то подросла, что-то до этого было. А вот Молдова и Кыргызстан, две страны, которые в максимальном объеме применяли инструкции и рекомендации, которые были сделаны международными организациями. Находить просто разгромленные. Вопрос о том, как, например, институты... А эстонцы, значит, когда вот, значит, международный валютный фонд, вот тут Марифон, ну, эстонцы как-то, горячие эстонские парковные, они сказали, да, это очень хорошо, очень паразитно, значит, мы говорим, мы подумаем, мы говорим, да, и не взяли никаких, и не подписали ни одной программы с международным валютным фондом. Это к вопросу о том, как надо применять институты. Вот помню, Андрей Николаевич, Кака, и мы сидели в Мариотче, в Тбилиси и обсуждали вопрос мультивалютности золотого стандарта. И Кака нас убеждал, что на самом деле, да хорошо, вы парни классные, но я не убежу, я не смогу убедить свои, в том числе, значит, Саакашвили, в том, что это надо взять в качестве, там, вот такой модели монетарной политики, и поэтому странный банк Грузии остался. А если бы они там вот это вот еще разы сделали, думаю, что даже еще лучше было бы. К этому вопросу опять такой, есть какие-то ограничения, которые существуют, пробивать их, причем, я говорю, что эти международные организации, все эти, уэлл, то есть для меня вообще источник зла вообще всего у нас в переходном, это вот девелопер-экономикс, экономика развития, которая в Матрице разработана была после травмирована развитыми социалистами, социалистами развитых стран, для того, чтобы догнать Запад бедными странами. И потом, когда вот все, все, все прошло, и та же матрица на переходной экономике, та же теория, вообще ни, вообще никакого там критического анализа по отношению к себе нет. Я хотел поправить всеобщее заблуждение, да, вы сегодня хвалились в Беларуси, плоская шкала налогообложения, как говорит Ярослав, будущее, вот, ни в подоходном, ни в налоге на прибыль, ни в НДС у нас нету плоской шкалы, это, когда вам кажется, что 13% фигня, а социальный вычет, такой вычет, такой вычет, это, по сути, скрытые пороги налогообложений. ВДС, 1, товар 10, другой 0, 20, 25, где же плоская? Налог на прибыль, СЭЗА не платит, эти не платят, эти половинчатые, эти освобожденные рефератки президента, эти отраслевое, где, где плоскость, где равенство, где плоскость, проведение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова